В эфире телеканал РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Прогнозов экономического развития России в последние дни звучит много. От министров экономического блока на Гайдаровском форуме, в докладе Всемирного банка, Алексей Кудрин заглянул в 2035 год и пообещал к этому времени удвоение ВВП. Это прогнозы, а реальность такова. По итогам 2016 года воловой внутренний продукт страны сократился на полпроцента. В 2017-м можем выйти в положительную зону. В среднем плюс 1%. Возникает вопрос, а почему так мало? Почему темпы роста не могут быть 4, 5, 6%? Какой фактор сдерживает рост? А может и не надо гнаться за этими цифрами? Попытаемся разобраться с этими сложными вопросами, но в студии эксперты, которые помогут это сделать. Итак, со мной Дмитрий Панкин, председатель правления Евразийского банка развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Андрей. В недавнем прошлом, а может быть в давнем прошлом, заместитель министра финансов, глава федеральной службы по финансовым рынкам. И еще один участник в нашей удаленной студии, в отеле Арарат Парк Хаят. Александр Александрович Дынкин, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый вечер. Да, но предлагаю вот с чего начать, сразу к разговору к нашему, подключить зрителей, потому что перед программой предложил ответить на вопрос один, четыре варианта ответа было предложено. И лично меня ответы очень удивили. Итак, мы спросили, что мешает российской экономике расти высокими темпами. Ну вот как бы вы ответили, например, вы, Дмитрий Владимирович, четыре варианта, низкие цены, санкции, отсутствие программы роста, четвертый вариант, неблагоприятные условия для бизнеса. Я бы предложил пятый вариант. Пятый? Пятый вариант. Скажу, что скорее можно говорить о более глубинных процессах, происходящих в нашем обществе. То есть это некая общественная модель. Да, я понял. Александр Александрович, ну с вами поиграем в эту игру. Вы какой вариант выбрали бы? Ну тут комплекс причин. Я думаю, что трудно ожидать высокого роста в экономике, в которой численность трудовых ресурсов снижается. В экономике абсолютный дефицит инвестиций. Поэтому найти какую-то одну причину сложно. Ну вот и щедрек предложено. Но я лично предполагал, что будет самый популярный вариант, либо цены на нефть, либо санкции, а вот неблагоприятные условия для бизнеса и практически одинаковый уровень отсутствия программы роста. Вот это меня очень сильно удивило. Нам что, программ не хватает, Александр Александрович? Вы знаете, не хватает для бизнеса определенности в экономической стратегии. Бизнес не понимает, какие будут ставки через два года, какой будет уровень инфляции, какой будет курс, каково будет внешнее окружение, будут открыты или закрыты финансовые рынки для нас. Вот это все для бизнеса непонятно. И поэтому, конечно, бизнес очень маниотится с инвестициями. Понятно. Но следующий вопрос, это, конечно, новости с Гайдаровского форума. Вы там были, да, Дмитрий? Да. Наш банк участвовал в нескольких сессиях. Я хотел бы отметить, прежде всего, это сессия по обсуждению доклада Всемирного банка. Мы участвовали... А что вас там заинтересовало? Какие вещи? Представлен вот такой серьезный документ, комплексный анализ российской экономики. Практически это первый раз после 2008 года Всемирный банк принимает такое крупное исследование. Документ, объем 200 страниц, такой масштабный документ. Проделана серьезная работа. Что мне понравилось и что интересного в этом документе, это, наверное, подход с точки зрения анализа человеческого капитала. Вот такой подход к российской экономике. А какой, собственно, вот у нас потенциал рабочей силы, потенциал человеческого капитала. Но вот сейчас же прозвучали слова Александра, что, в общем-то, это действительно проблема. Проблема, да. И на самом деле проблема. Второй серьезный момент, это с точки зрения неравенства. Вообще тема достаточно модная сейчас в экономических исследованиях. Это подход к развитию страны с точки зрения, есть ли преодоление неравенства в экономике. И обеспечивает ли рост, экономический рост сокращение экономического неравенства. И достаточно серьезное исследование, вот в данном серьезная глава посвящена этому вопросу в России. Ну и что, вот с вашей точки зрения, там какой главный вывод? То есть вопросы-то вы озвучили, а ответы-то вы услышали. Ведь, понимаете, ответы, к сожалению, вот ответы, это как раз то, что мне не очень понравилось в докладе Мирового банка. То есть, в принципе, рецепты, они достаточно стандартные. Последние годы о чем мы говорим? Вот необходима модернизация, необходимо внедрение инноваций, необходимо развитие молодого бизнеса. Да, новые экономики, новые факторы роста. Эти слова мы слышим регулярно, постоянно эти прогнозы. Мы уже все, мне кажется, даже дети в школе знают, что надо избавляться от сырьевой зависимости. Да, надо, да, знаем. Да. И, к сожалению, мы увидели в очередной раз вот перечень вот этих всех рецептов, которые там грамотно подобраны, структурированы. Но, в принципе, вот никаких новых рецептов-то и не было предложено в докладе Мирового банка. И в этом, я думаю, вот скорее наибольшая, наиболее серьезная претензия к ним. То есть, на мой взгляд, надо смотреть глубже. Если мы несколько раз говорим об одном и том же, давайте там внедрять инновации, давайте стимулировать малый бизнес, а у нас результата нет, значит, причина, наверное, не в том, что у нас нет программы и нет достаточно мер по стимулированию. Значит, надо глубже смотреть. Как раз я и говорю, что здесь скорее разговор идет об общественной модели, которая у нас сложилась. То есть, гораздо все глубже. Но сейчас я подключу обязательно чуть позже к разговору Александра Александровича, поскольку он как раз работает над новой программой, уже в рамках Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Но перед тем, как задать вопрос, предлагаю цитату выступления Дмитрия Медведева, председателя правительства, как раз на Гайдарском форуме. Там, в общем-то, он говорил немного, но вот эти ключевые вещи, которые были озвучены, меня очень заинтересовали. Предлагаю послушать. У каждой страны свои проблемы, свои особенности, и на них нужно действительно искать собственные ответы, избегая тирании тех экспертов, которые пытаются подстроить экономическую политику в отдельных, часто очень разных странах, под свои универсальные рецепты. Очевидно, что есть одна общая проблема, о которой здесь тоже уже говорили, это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится. Требуются серьезные структурные реформы. Александр Александрович, а вы не рискнете предположить, кого имел в виду глава правительства, когда говорил, что надо избегать тирании тех экспертов, которые пытаются подстроить экономическую политику в отдельных, очень развитых странах, под свои универсальные рецепты? Это о ком? Мне хочется пошутить и сказать, что о Мировом банке. На самом деле, понимаете, два слова про доклад Мирового банка. Он, в общем, отличается в лучшую сторону от многих публикаций зарубежных аналитиков тем, что все эти материалы, как правило, касаются макроэкономической политики, денежной, кредитной политики. В данном случае авторы спускаются на уровень конкурентоспособности отраслей, фирм на уровень задач повышения производительности. Они ставят вопросы о так называемом инклюзивном экономическом росте, когда высокая вода поднимает все лодки, когда нет бедности в стране. И за этим, на мой взгляд, признание того, что макроэкономика и денежно-кредитная политика у нас в порядке, и все, что можно сделать в кризисных условиях, когда именно в кризис от денежно-кредитной политики очень многое зависит, на мой взгляд, в рамках тех возможностей, которые есть у Центрального банка, у Минфина, все это неплохо проделано. То есть это вы сейчас подвели итоги работы правительства в 2016 году. Правильно я понимаю, что вы очень позитивно оцениваете эти результаты? Снижение на пол процента, уровень инфляции 5,4 процента. Вы знаете, я работал советником премьер-министра в кризис 98-99 года. Тогда в руках правительства было гораздо меньше инструментов. Ситуация была чрезвычайно тяжелая. Казалось, что, в общем, страна на пороге катастрофы. Сегодня этой ситуации нет, и это во многом благодаря усилиям наших макрорегуляторов. Я понял. Хорошая оценка. Но, Александр Александрович, а теперь к главному вопросу. Все-таки хочется услышать ответы и от Дмитрия Владимировича, и от вас. Ведь, ну, давайте перед этим посмотрим такие ключевые цифры. Прогноз роста российской экономики и результаты 2016 года. Итак, 2016 год ВВП сократился на 0,5 процента. Прогноз на 2017 год разный. От 0,6 до 1,5 процента. Все, как известно, определяется одним фактором. Цена будет 40 долларов, получим 0,6. Цена будет там больше 50, получим 1,5 процента. Одновременно смотрим на глобальную, мировую экономику. И видим, что в 2016 году она в плюсе 2,6 процента. Прогноз на 2017 год плюс 2,7 процента. Неплохо, да? И вряд ли она привязана к ценам на нефть, эта динамика. А наш любимый Китай, да, в любимом смысле темпа в роста экономики. 6,7 в 2016 году, 6,5 процентов в 2017. Андрей, простите, я не знаю, какие вы цифры смотрите, но по прогнозам ВВП, 2017 год 3,4. Какой экономики? О ком сейчас речь? О мировой экономике. Я смотрю, Семерного банка как раз цифры. А я говорю о Международном валютном фонде. Но здесь вопрос ведь не в их прогнозах, они могут отличаться. Вопрос в том, а почему мы? Почему мы в разы отличаемся по темпам роста? Ведь средняя цена сейчас, не средняя, а текущая цена, 53 доллара, 54 доллара. Мы говорим о том, что мы адаптировались к санкциям, мы получили макроэкономическую стабильность. А роста где тогда, Александр Александрович? Понимаете, чудес же не бывает в экономике. У нас сегодня наметились признаки восстановительного роста после серьезного спада 2015 года. И задача состоит в том, чтобы вот эти начала, это обещание восстановительного роста перевести не в стагнацию, а в продолжение роста. И те цифры, которые вы называли, они замечательны с точки зрения любой западноевропейской страны. Понимаете? Германия впервые за 8 лет в этом в прошлом году добилась рост 1,9%. В стране стоит ликование. Понимаете, надо как бы трезво относиться к своей экономике и не фетишизировать темпы роста. Можно говорить о качестве роста, надо говорить о качестве инвестиций, о качестве труда. Но вот, понимаете, привязываются все время к китайской экономике, но там другие пространства для роста. Хорошо, давайте говорить о качестве инвестиций. Сегодня у нас в студии человек, председатель правления Евразийского банка развития. Банк развития, качество экономики. Вы ведь, задача банка, может быть, не все знают, он сформирован шестью государствами, да? Да. Шесть государств, внесли в уставный капитал деньги, вы помогаете развитию экономики, налаживанию связей. Ну вот расскажите, да, вот, какому бизнесу помогаете? Как сегодня бизнес? Он готов предложить вам проекты, которые вы готовы профинансировать? И что он предлагает? Спасибо, Андрей. Значит, сейчас перед нашим банком, прежде всего, поставлена задача содействовать интеграционным процессам в наших экономиках. То есть, как бы, основная задача, которая стоит перед банком, это искать те проекты, где интересы пересекаются нескольких стран. Да. Россия, Белоруссия, Казахстана. И вот, интересно, мы провели анализ. Провели анализ более трехсот предприятий, вышли на предприятия. Российских или? Российских. Российских предприятий, которые участвуют в экспортных операциях, которые участвуют в торговле приграничной с другими регионами. И предлагали, вам нужны деньги. Вот у нас есть деньги, свободные финансовые ресурсы. Мы готовы вас кредитовать по нормальным процентам ставка. Секундочку, это вы эфемерный вопрос? Или это фактически у вас есть деньги? Фактически, да. Да, отлично. Фактически, да. То, на что всегда жалуется бизнес. Нам не дают деньги. Вы говорите, у нас есть деньги. Да. Что вам бизнес говорит? Из трехсот предприятий только двадцать сказали, что мы готовы к дальнейшему разговору. Двести восемьдесят вообще нас не интересует. Нам деньги не нужны. У нас нет необходимости привлечения финансовых ресурсов. Только двадцать предприятий из трехсот согласились продолжить дальнейший разговор. Семь процентов? Да. А чем это объяснили? Все остальные, те, которые отказались. Двадцать из трехсот, двести восемьдесят предприятий. Ну, я не знаю, почему они отказали. Вы, видимо, процент предлагали значительный. Мы не предлагали. Еще даже разговор не дошел до процентных ставок. То есть, речь шла о том, что мы готовы финансировать на нормальных, там, рыночных, нормальных условиях. Никаких завышенных процентов не предлагалось. Двести восемьдесят отказалось. Хорошо. А что они объясняли? Что они говорили? Они, тут же вопрос в чем? Что они не верят в будущее? Они не готовы предложить какой-то долгосрочный проект? Или в чем проблема? Кто отказывается от предлагаемых денег? Я таких людей не знаю. От бесплатных не отказываются. От дармовых не отказываются. От денег, которые надо возвращать. И от денег, которые пойдут на финансирование инвестпроекта. То есть, предприятие должно принять на себя риск. Оно должно видеть перспективы развития своего бизнеса. Оно должно инвестировать деньги так, чтобы они вернулись с отдачей. И предприятия не готовы рисковать. Они не видят перспектив отдачи этих денег. Я понял. Александр Александрович, прокомментируйте. Вы знаете, это очень серьезная вещь, о чем сказал Дмитрий. Потому что, во-первых, комментарий такой, что инвестиции предприятия осуществляют на 90% за счет собственных средств, прибыли, амортизации. И только на 10% за счет кредитов. Это первый комментарий. Второй комментарий. Действительно, риски в нашей экономике сегодня зашкаливающие. Посмотрите на процедуры землеотвода. На процедуры регистрации нового бизнеса. На процедуры подключения к электрическим сетям. На доступ к логистической инфраструктуре. И все прочее. Это все достаточно сложно и запутанно. Поэтому нужно иметь проект с очень высоким возвратом на капитал. Конечно, Дмитрий говорит по рыночным ставкам. Но эта рыночная ставка, это где-то 13%. Представляете, какая должна быть прибыльность проекта? В этом вот проблема. В том, что институты и структура у нас не позволяют бизнесу принимать долгосрочные риски. Так, а где решение? Я сейчас, более того, проиллюстрирую ваши слова. Давайте посмотрим на результат еще одного опроса. На этот раз опрашивали представителей бизнеса и задавали вопросы. Какие факторы в наибольшей степени сдерживают функционирование вашего бизнеса, вашей компании? Я дам одну поправку. Опрос проводился в марте 2016 года. И на первом месте был фактор стабильности рубля. 51% сказал, это самый негативный фактор. Второй фактор, неопределенность экономической ситуации, 49%. А вот дальше идет очень интересная история. Снижение спроса на внутреннем рынке 47%, высокий процент кредита 45%, энергоресурсы 44%, налогообложения 38%, долгосрочные инвестиционные ресурсы 35%, то, о чем вы сейчас говорили, и законодательное регулирование экономики 30%. Тут даже коррупция ниже давления надзорных регулирующих органов, она тоже ниже. И вот, Александр Александрович, тут же вопрос, а что тогда предпринимать и кому предпринимать? Ведь все проблемы озвучены. Назовите мне человека, кто против новой экономики. Можете назвать мне эту фамилию? Нет. А почему же тогда не меняют? Ну, потому что, понимаете, высока инерционность и всего аппарата бюрократического. Есть определенная группа интересов, которым нынешняя ситуация устраивает. И мы пришли к необходимости смены модели экономического роста. Понимаете, мы с 99 по 2008 год у нас темпы роста были больше 7%. Многие называли этот период русским экономическим чудом. Потому что в Европе так долго ни одна экономика не росла. Мы исчерпали. Секунду, у нас меньше минут, очень хочу вас спросить. Вы работаете сейчас вот над новой программой в Центре стратегических разработок. Все ждут чуда от этой программы. Чудо состоится или нет? Вы знаете, это честно русская такая вещь, ожидать чуда от программы. Сначала была программа «Минимум», потом сельскохозяйственная программа. От программ чуда не бывает. Понимаете, бывает чудо от работы, слаженной работы всех, как бы и госаппарата, и бизнеса, и общества, и экспертов. Поэтому чудес не бывает. Я понял, спасибо. Спасибо. Это было мнение Александра Дынкина, директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ну, Игорь Владимирович, у нас мало времени. Ну, вот если резюмировать, нам надо к этим темпам стремиться? 2, 3, 4 процента? Или вот то, о чем говорил Александр, давайте забудем от этих темпов, не в этом вопрос. Я соглашусь с Александром. Вот не надо нам делать фетиш из этих темпов экономического роста. Вот хороший пример был как раз на конференции. Раньше у нас были там навигатор, пейджер, телефон. Сейчас у нас один мобильный телефон, который мы можем использовать и как навигатор, и как телефон, и как доступ в интернет. Что это означает с точки зрения ВВП? Что это означает два слова? С точки зрения ВВП, падение ВВП. Потому что у человека теперь один коммуникатор. Я понял. Новые источники, новые точки роста. Спасибо. Качество жизни улучшилось. Это был Дмитрий Панкин, председатель правления Евразийского банка развития. Желаем удачи. До свидания.